Обещание Медведева. Страшно подумать, что было бы с премьером и его Кабмином при Сталине. Экономика. Экономический кризис 13 мая 8.20. Обещание Медведева. Страшно подумать, что было бы с премьером и его Кабмином при Сталине вместо возвращения денег из офшоров власти будут искать лишние доходы у бедняков. Анна Седова. Комментарии в просмотров 15196. На фото, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, фото, Валерий Шарифулин, ТАСС, материал комментируют. Андрей Бунич. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал единый план по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Эти задачи были изложены президентом еще год назад в майском указе, который определил 9 главных направлений развития на ближайшие годы. В документы, подписанном Медведевым, помимо прочего содержатся основные меры по ускорению экономики, обеспечению роста реальных доходов и пенсий, а также борьбе с бедностью. В плане, на отсутствие которого ранее указывал председатель счетной палаты Алексей Кудрин, прописаны меры для улучшения ситуации с реальными доходами населения и ростом пенсий. В частности, федеральный МРОД будет ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, так что минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума. Зарплаты бюджетников, врачей, учителей т. д. должны будут поддерживаться на достигнутом уровне, то есть составлять 100% или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории. Зарплаты остальных работников бюджетной сферы должны ежегодно индексироваться. Размер страховых пенсий по старости неработающим пенсионерам будут ежегодно повышаться выше уровня инфляции. Читайте также. Эстафета позора. Год назад Кремль дал отмашку на пенсионную реформу, которая привела к пенсионной реформе 2.0, чем обернуться для страны безумные скачки правительства на граблях. Нуждающимся гражданам должна оказываться социальная помощь для поддержания их потребительского спроса. Социальные выплаты также должны индексироваться. По плану, в текущем году реальные располагаемые доходы населения вырастут только на 0,5%, что, впрочем, прогресс по сравнению с прошлым годом, когда по первоначальным оценкам доходы упали на 0,2%, а после пересчета на те же 0,2% выросли. Зато уже с 2021 года темпы роста будут превышать 2%, и к 2024 году достигнут 2,4%. Напомним, что до сих пор реальные доходы падали 5 лет подряд. Кроме того, к 2024 году уровень бедности должен уменьшиться в 2 раза. Для этого необходимо снизить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума до 6,6% от общего количества. Предлагаются такие меры. Предоставление семьям ежемесячных денежных выплат в связи с рождением детей, содействие занятости женщин, воспитывающих детей, а также создание дополнительных мест в яслях. Расширение адресных мер поддержки с использованием информации системы соцобеспечения. Организация учета бедных семей в регионах и утверждение для них спецпрограмм по выходу из бедности. Определение с 2021 года новой потребительской корзины. Впрочем, в правительстве признают, что эти меры не будут эффективными без стабильного экономического роста. Хотя в последние два года темпы роста ВВП стабилизировались на уровне 1,5-2,5%, если точнее, 1,5% в 2017 и 2,3% в 2018. Для того, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира, необходим рост выше 3%. Такие темпы роста будут достаточными для сокращения разрыва по объему ВВП по ППС, паритету покупательной способности, от Германии, занимающей пятое место в мире, и позволит сохранить положительный разрыв от Индонезии, находящейся на седьмой позиции, считают в правительстве. При этом в текущем году ожидается рост лишь на 1,3-1,5%. Несмотря на то, что этот план должен обеспечить выполнение указа президента, многие экономисты не видят в нем конкретики. Например, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, кандидат экономических наук Андрей Бунич считает, что с помощью общих фраз, изложенных в документы, снизить бедность и ускорить экономику точно не получится. В то же время, у властей в планах может быть совсем иной способ борьбы с бедностью, который формально поможет ее снизить, а в реальности загонит в нищету едва ли не половину страны. При продолжении нынешней политики и сохранении тех же кадров изложенные в плане цели невыполнимы. Они требуют радикальных мер, на которые никто не пойдет, да их и некому предлагать и воплощать. Серьезные изменения, которые могли бы повлечь за собой реальное развитие и следующий за ним рост доходов, вовлеченность людей в экономическую активность, нельзя осуществить на основе тех подходов, которые заявлены правительством. Они рассчитаны совсем на другое. СП. На что именно? На поддержание мифической макроэкономической стабильности, с которой носится, как с писанной торбой, а также на выведение средств из страны через бюджетное правило и, как следствие, ограничение инвестиций, так как из других источников вложений у нас практически нет. Обленились. В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят пенсионная система в Америке гораздо более человечная, чем в России. Напомню, что нам уже столько всего обещали в прошлом, что одним планом больше или меньше это не так важно. Например, стратегия 2020, которая утверждалась в 2011-2012 годах, предусматривала, что уже к 2020 году мы должны иметь среднюю заработную плату в 2700 долларов и по 30 метров комфортабельного жилья на человека. Видите сами, насколько это разошлось с реальностью. Нынешние обещания не настолько масштабны, но и они невыполнимы. Поэтому лично я не вижу потенциала для реализации целей и задач этой программы развития до 2024 года. Зато вижу возможность для дальнейшей просадки экономики, благосостояния населения и падения потребления. Тем не менее, есть другой способ снижения бедности, над которым властью уже начали работу. Под красивыми словами о сокращении бедности протаскиваются очень своеобразные идеи. Это идея так называемой адресной помощи, против которой вроде бы трудно возражать, но на самом деле под ней подразумевается совсем другое. С.П. Что именно? Недавно Дмитрий Медведев, говоря об адресной помощи, обронил фразу, что будут проверять не только доходы людей, но и расходы. Казалось бы, какие расходы можно проверять у бедолаг, которые живут ниже прожиточного минимума. Но речь о четко сформулированной концепции, которая пришла из печально известного комитета гражданских инициатив Кудрина. Она была озвучена Голиковой еще до назначения вице-премьером по социальным вопросам в 2018 году. Эта идея заключается в том, что нужно вообще отпазаться от прожиточного минимума и перейти к понятию потребительского бюджета. Исходя из него, нужно адресно рассчитывать все пособия и таким образом ликвидировать бедность. СП, в чем же здесь опасность? Все это подается под соусом того, что помощь должны получать только те, кто на самом деле беден. Поэтому пособия нужно выплачивать не по общим категориям, чтобы вместо автоматизма была адресность. Подвох в том, что будут анализировать не только доходы, но и расходы, а также наличие имущества. А это не только квартира, но и транспортное средство любого типа. Старенький автомобиль или лодка даже без мотора может являться доказательством богатства человека, из-за которого он не подпадает под категорию бедного. Подсобное хозяйство, домашний скот все это тоже будет учитываться. Может, в перспективе сюда добавят и собак с кошками, мол, раз у человека есть средства их кормить, он не может считаться бедным. Но на этом полет их фантазии не заканчивается. Они предлагают проверить доходы и имущества всех родственников человека, который нуждается в помощи. Хорошо, что пока не учитываются друзья и знакомые. СП, и как все это будет анализироваться и посчитываться. Для этого предполагается задействовать уже налаженный аппарат для контроля над разного рода самозанятыми. Они, подключат налоговую, центральный банк, который будет проверять все транзакции при их наличии и также исключать людей из числа бедных. Разворачивается целая система. США отправляют ВМФ РФ в каменный век, кто в России несет ответственность за развал судостроительной отрасли. Кроме того, пока они будут заниматься этими манипуляциями, есть большой риск, что еще более 30% населения стремительно спустятся по уровню потребления, возможности оплаты товаров и услуги уровню жизни, в эту зону бедности. Расчеты подтверждают, что пока нынешние 13 в вопросительный знак 14% будут таким методами сокращать, если не сказать уничтожать, к ним прибавятся еще эти 30%, и почти полстраны окажется в числе бедных. Средний класс будет превращаться в бедных, а бедный в нищих. Такая деятельность неконструктивна. Более правильная и очевидная мера – полное освобождение всех доходов ниже полутора-двух прожиточных минимумов от подоходного налога. Такая планка существует везде, и в США, и в Китае. Во-первых, для этого не нужна дополнительная деятельность газаппарата. Во-вторых, людям стало бы намного легче в плане нагрузки. Кроме того, такая норма действовала бы по заявительному принципу. Если ты живешь ниже какого-то уровня, тобой никто не интересуется, пока ты не начинаешь зарабатывать столько, что на тебя обращают внимание налоговые службы. Это решило бы и проблему самозанятых, и ряд других проблем. Вместо этого власти будут искать, где люди зарабатывают что-то лишнее. Не олигархов выявлять, которые выводят капитал, не правительство, которые выводят деньги на Запад, а бедолаг, которые как-то крутятся и зарабатывают копейки. Я считаю эту линию вредительской и ущербной. Кроме очковтирательства здесь ничего нет. Это погоня за формальными цифрами при полном отсутствии содержательной деятельности. Пенсионная система, эстафета позора, год назад Кремль дал отмашку на пенсионную реформу, которая привела к пенсионной реформе 2.0 новости внутренней политики. Вместо продолжения пенсионной реформы Минфину дали совет учиться использовать имеющиеся средства. Продолжение следует...